Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и сегодня я хочу вновь разобрать итальянскую защиту и в данном случае это будет гамбит мора. Если говорить более конкретно, то некоторые идеи за белых, когда мы проводим жертву на поле f7, то есть когда это работает, когда это не работает. Давайте разберем парочку типичных примеров. Итак, гамбит мора возникает после e4, c5, d4, cd и c3, то есть белые готовы пожертвовать пешку, но взамен получают перевес в развитии. В этой позиции черные могут не принимать, конечно же, данную жертву, сыграть, допустим, d5, cf6, d3, g6, у черных масса возможных ходов, но у dc самое принципиальное, это черные съедают пешку и далее, в общем-то, пытаются доказать, что у белых за эту пешку компенсации все-таки особой нет. Итак, в партии, которую я показываю, далее последовало c6, c3 и в этой позиции, безусловно, у черных есть разные планы развития, основные ходы это e6 и d6, но также можно сыграть в стиле варианта дракона, либо же в стиле ускоренного дракона и сделать ход g6, то есть идея такая, что в будущем слон выходит на поле g7. Далее в ответ на g6 белый играет слон c4, ну и разберу, в общем-то, интересные варианты, которые могут возникнуть после хода слон g7. Возможно, вы их уже видели, но наверняка для многих это будет впервые, то есть то, что я сейчас буду показывать, наверняка для многих подобные варианты, они, в общем-то, будут в новинку. Итак, после хода слон g7 у белых, в принципе, выбор, то есть можно даже сделать простой ход дракировка, но есть и конкретное решение, довольно сильное, это ход e5. Идея такая, что мы не даем черному комфортно доразвиться, в частности, сделать ход d6, и также в ряде вариантов есть идея как раз-таки жертвы слона f7. Ну вот, например, если черные играют конь e5, то тогда следует в размен на поле e5 и слон f7. Эта жертва полностью корректна, потому что белые отыгрывают фигуру, то есть король f7, ферзь d5, ну и главный вариант это король g7, и после ферзи e5 как раз-таки фигура отыгрывается. И в итоге мы видим такую ситуацию, что по-прежнему у черных лишняя пешка, но с другой стороны все-таки их король открыт, мы получили, в общем-то, сильного чернопольного слона, ну и после d6, допустим, там ферзь e3, или там ферзь g3, ферзь e2, там разные отходы есть у белых. Все-таки я считаю, что компенсация у белых за отданную пешку очень приличная, и особенно быстрый и блиц, такую позицию как бы мне приятнее играть именно белым цветом. Также важно, опять же таки, что действительно данная жертва полностью корректна, потому что если мы вернемся назад, к моменту, когда белые сыграли ферзь d5, то в этой ситуации черным очень плохо цепляться за слона и делать ход роли f6. То есть король f6, в принципе, после какой-нибудь 4 сразу еще не проигрывает, если черные все-таки одумаются и вернутся королем на поле g7, ну тогда получается, что черные подарили белым темп, и как бы в этом было довольно мало смысла. То есть белые просто отбьют на e5 шахом, конь f6, ну и возникает примерно то же самое, что мы видели ранее, только еще и с лишним темпом белых. Тут у белых, как по мне, тоже отличная позиция и полная компенсация за отданную пешку. Но если все-таки черные продолжают настаивать на своем и играют максимально принципиально, то в данной позиции вместо король g7, конечно же, можно посмотреть и ход короля f5, однако ход на самом деле просто плохой. Дело в том, что здесь черные и фигуру теряют, в конце еще и будет атака на их короля. Причем самое главное то, что эта атака на самом деле уже матовая. То есть белый играет g4, несложная тактика, жертую пешку, чтобы отлечь короля от защиты слона. И после короля g4, f5, как раз таки возникает позиция, где белые отыграли фигуру, да, при этом они отдали еще пешку g, но очень важно, что черный король вышел погулять, и, соответственно, здесь, в общем-то, белые поставят мат, причем очень легко это сделают, разными способами белые здесь побеждают, то есть грозит и ладья g1, там h3, f3, ферзь g5, ферзь f4. У белых масса угроз, у них в атаке и слон, и ферзь, и конь, и ладья с h1. В общем-то, у черных защите ни одной фигуры нет, поэтому, конечно же, здесь черный мат очень быстро все-таки получит. Так что именно поэтому, если мы посмотрим главные линии, то вот в этой позиции, которая встречалась на практике очень много раз, и в частности я подобную позицию получал белыми неоднократно уже, все-таки лучше черным играть именно слон g7, ну и в ответ на e5, в принципе, можно пойти на деление, связанное с ходом конь e5. Также, если черные не хотят сразу идти в эти осложнения, есть еще один интересный ход, который тоже встречается нередко, это конь h6. То есть черные готовят короткую рокировку, и пока они стремятся бить пешку на e5. Допустим, рокировка-рокировка, далее тоже разные сходы у белых, например, слон f4, также ладей 1, например, еще играют, то есть выбор у белых определенный есть, и здесь действительно у белых не хватает пешки, да, как и во многих все-таки вариантах гамбит и мора, но с другой стороны видно, что у белых фигуры, конечно же, очень активные, то есть компенсация тоже достаточно серьезная. В принципе, именно поэтому все-таки считается, что система с g6 и слон g7, она не оптимальная против гамбита и мора, и чаще играют в стиле, допустим, с хивенингена, то есть e6, d6 представляют такие пешки черные, ну а g6 из-за конкретных причин, как по мне, не оптимальна для черных. Вот, но тем не менее, все равно здесь игровая позиция, как бы ничего плохого у черных тут не происходит, но они вместо хода слона g7 сделали ход конь a5. В целом конь a5 на самом деле тоже не проигрывает сразу, и ход действительно идейный, то есть слон f4 очень активный, черные стремятся его прогнать или при случае поменять, но проблема в том, что они довольно сильно остаются в развитии. Здесь белые провели очень интересную комбинацию, которая на самом деле была, в принципе, возможной, но не самой сильной. Я думаю, что вместо красивого хода слона f7 можно было сделать более практичный ход ферзь d4. Идея такая, что мы нападаем на ладью сразу и вынуждаем фактически черных сыграть f6, и после хода f6 проставляются очень сильно белые поля, и в этой ситуации можно, например, даже уйти в короткую рокировку. То есть очень сложно здесь дальнейшим черным будет доразвиться, потому что диагональ от 2g8 расслаблена, и ее будет контролировать либо слон c4, либо c4 того же поля контролировать ее будет ферзь. Получается, что действительно с рокировкой проблемы, и, в общем-то, у черных еще все фигуры стоят, кроме коня опять, и на начальных позициях, поэтому здесь, конечно же, у белых не просто компенсация, а даже перевес. То есть, в общем-то, ферзь d4 был очень сильный ход, но белые провели красивую идею, а именно слон f7. Нашли данную, как раз таки, тактическую возможность, и решили ее проверить. Итак, слон f7 после короля f7, ферзь d4. Очень тонкий ход, и действительно, после этого хода черные сделали самый естественный ход, который, тем не менее, проигрывает. Это ход слон же 7. Данный ход был хорош чуть ранее, когда еще не было конкретных угроз у белых. Здесь же этот ход уже будет неудачным. Нужно было все-таки понять, что единственный ход, который дает черным нормальную позицию, это конь f6. То есть, конь f6, белым нужно играть e5, иначе у белых просто пройгана, у них все-таки нет фигуры, им нужна здесь активная какая-то игра, и нужно нападать на соперника. Но после e5 черные возвращают коня назад с темпом, играют конь c6, затем на ферзь f4. Понятно, что белые рано или поздно съедят коня f6, но важно, что черные все-таки немножко консолидируются. То есть, допустим, кроль g7 делают ход, и на ef тоже забирают ef. В черных по-прежнему, кстати, лишняя пешка. Компенсацию белых, безусловно, и в этой позиции тоже есть, но все-таки действительно здесь самое плохое для черных уже позади. Позиция, ну, примерно равная. То есть, в принципе, здесь вся игра тоже еще была впереди. Всего этого в партии не было, черные не почувствовали опасности и не сделали ход. Конь f6, а избрали слон g7. Такой вариант, но, тем не менее, слон g7 форсированно проигрывает. Далее последовала очень интересная идея, которую тоже можно взять на заметку. Она, к слову, встречается в некоторых линиях варианта дракона. Это конь g5, и затем после хода короля f8, конь e6. Очень красивый вариант. И затем получается, что, в общем-то, после хода конь e6, черные остаются без материала. То есть, тут у них неприятный выбор. После de f8, то есть, теряется f8, там еще конь на 5 в конце провисает. То есть, в общем-то, перевес материальный у белых уже будет огромный. Ну, а если не сыграть de, то тогда, в общем-то, после короля e8, здесь, конечно же, конь d8 белые не играют, потому что у них провисает свой ферзь на поле d4. В этой ситуации можно сыграть как конь g7, так и ферзь g7. Ну, пожалуй, более простой и более сильный, это именно ферзь g7. То есть, ферзь g7, у нас ели слона еще и напали мы на ладью. de тоже ход, по сути, вынужденный. Ну, и далее ферзь h8. Здесь у белых лучше лишнее качество. Черный король без рокировки, под атакой. Опять же, все фигуры черных стоят неудачно. То есть, тоже позиция, объективно, у черных уже безнадежная. Так что, поэтому, подобные идеи с жертвой на f7 в комбите Мора, они, в целом, не так уж и редко работают. Особенно, если черные вот так вот медленно играют и позволяют белым создать серьезную активность. Ну, и еще раз скажу, что все-таки, если вы играете подобные схемы черными, то, конечно же, гораздо сильнее играть слон g7. То есть, на начало вывести слона, и затем уже, возможно, при случае, играть конь a5, но все-таки начать именно с развития краевского фланга. Ну, и за белых тоже еще раз покажу эту идею. Интересно он жертвой, временной жертвой пешки. На поле e5, то есть, e5, и в ответ на конь e5 мы меняемся, и затем слон f7. То есть, снова слон f7 ход работает. Ну, и затем отыгрывается пешка, и у белых отличная инициатива. То есть, мы получили, в общем-то, сильного чернопольного слона без оппонента. И, конечно же, серьезное давление на позицию черных, особенно на их короля. Ну, что ж, такие вот интересные варианты, возможно, в комбите Мора. Надеюсь, что вам они понравились. Тогда всем спасибо за внимание, и до встречи в новых видео.